Ребят, всем привет! В этом видео мы решили вместе с мамой записать совместный ролик. Мы просто посидели за столом, вместе пообщались, душевно поговорили на разные темы. Просто для того, чтобы с вами познакомиться, пообщаться, поддерживать с вами какое-то общение, контакт. Надеюсь, вам видео очень понравится. Но перед началом я решил для настроения просто записать такой небольшой ролик, что находится в израильских киндер-сюрпризах. У меня есть два киндер-сюрприза, и я просто хочу раскрыть и показать, что находится внутри. Вот, вскрываем. Я с детства люблю киндер-сюрпризы, но я их много лет не покупал. У меня есть одно видео с киндерами, но прошло уже какое-то время, и стали появляться новые. Вот, я сейчас хочу открыть. Ну, видите, а, тут, а, тут человечек этот, знаете, из мультика, трикол. Он на лыжах стоит, на лыжах. Я не буду собирать просто ради интереса вот всякие детальки. Это первый. И второй. Я просто хотел, думал, может быть, будут бегемотики или пингвинчики, как в 90-е. Ой, так, а во втором у нас какая-то штука. Просто, ой, какие-то наклейки. Вот, какие-то наклейки надо наклеить, просто ради интереса. Все, ребята, хорошего вам настроения, хорошего вам дня. Желаю вам от души здоровья крепкого, счастья и светлой любви. Все будет хорошо. Приятного просмотра. Ребят, всем привет. Мы решили с мамой здесь сесть, попить кофе, немножко поговорить, познакомиться. Это вот моя мама, ее зовут Люда. Мы вот вместе живем. Очень приятно. Всем привет. Меня сын пригласил кофе попить. Да, мы не часто так собираемся. Мы не часто собираемся так. Когда я поверил в Бога, мы стали собираться, иногда вот так вот садиться, молились перед едой. Но у нас как-то не пошло, не поехало. Трудно себя переучить. У нас, мы как бы живем в одной квартире, но мама же в своей комнате, я в своей комнате. И мы иногда пересекаемся, общаемся, обсуждаем что-то. Вот. И решили сегодня вот так вот вместе сесть, пообщаться. Мама тут приготовила. Смотрите, финики и внутри орешка. Очень вкусно. Ты так где-то увидела, да? И чернослив тоже. Ну, помнишь, мы покупали такие. И мы их сразу как-то быстро съели. И я решила, кофе вместо конфет. Да. Мы же на диете с тобой. Да, извини. Есть же конфеты, где там вафель, да, внутри, или орешки. Так это то же самое. Как бы финик и внутри орех. Это как конфета, правда? Это как конфета получается, да? Прикольно. И без шоколада. Это все натурально, без шоколада и более полезное. Хотя мы с тобой все время держим диету, а не получается ходить. Да. Что теперь? А сегодня вот в куртках вообще сидим, на улице нет холодина. А у нас квартиры же не отапливаются. И у нас каменные дома. Нету отопления. Ну, мы сами включаем мозгам иногда, чтобы было тепло. Ну, тоже, вот сейчас ты не будешь же включать это, потому что дорого и деньги стоят. Ну, как бы в Израиле дорогое, дорогая это хорошо. В России же поплеваются квартиры. Да, там центральное отопление, там, конечно, отапливается. Потому что там климат другой, там все время холодно. А у нас же только немножко, когда зимой, и то не всегда. Вот сейчас день-два будет холодно, а потом опять солнечная погода, опять будет жарко. И опять будем все окна, все открывать. А сегодня все позакрыли, и холодно будет. Просто мы же, вы можете заметили, мы всегда в куртках. То есть мы дома, но мы всегда ходим в куртках. А утром, когда я просыпаюсь, так холодно, мерзко, что сразу одеваешься. Потому что квартиры в Израиле не отапливаются. Они сделаны, они каменные. Квартиры в Израиле реально каменные, как в пещере. Потому что в основном в Израиле очень жарко. И поэтому люди, когда находятся в доме, чтобы было прохладно, то квартиры сделаны, как бы, по принципу, пещеры. Да, каменные дома. Полы, вон, все из керамики. Полы керамические. Поэтому тут в основном мы только охлаждаем, когда жарко. А на тепло мы почти не включаем. Мы редко включаем, когда, допустим, в душ хотим пойти, чтобы тепло было. Тогда включаем. Мы, хотя из Сибири приехали, мы... Нам сначала-то было как тяжело привыкать. Мы же с Сибири приехали в Израиль. Как будто пингвины попали в жаркие страны. И мы из дома не могли выйти. На улице такое солнце пекло, что... Я не могла выйти никуда. Я дома все время сидела, и у меня голова болела. Я пошла к врачу. Я говорю, у меня голова болит. Я не могу выйти из дома. Мне жарко. Он говорит, что вы хотите? Вы поменяли климат. Вы из холодного приехали в жаркие. Поэтому вам нужно акклиматизироваться, и потом вам будет хорошо. И правда, прошло какое-то время, и мы привыкли. И для нас, когда жарко, это хорошо. А когда холодно, как-то неуютно. Даже 30 градусов жары мы переносим легко. Но раньше я даже об этом подумать не могла, чтобы в 30 градусную жару не выйти на улицу. А сейчас это нормально считается для нас. Но когда холодно, тогда нам жутко мерзко. Да. Приятнее, когда жарко. Ну, климат, наверное, все-таки отличается. То, что как был в Сибири, и как в Израиле у нас. Ну, конечно. Конечно, если холод, то ветер, да, он же пимок, наверное, все равно ощущается по-другому, наверное. Да, но люди, которые живут в холодных странах, у них густая кровь. И они... У них густая кровь. И поэтому они переносят холод легко. У нас тоже была густая кровь. И когда мы стали... Почему акклиматизировались? У нас поменялся состав крови. Он стал... Он был густой и стал жидкий. И поэтому мы акклиматизировались. Обалдеть. Кто этого не знал? У нас поменялся состав крови. Мне это как доктор сказал. Что у вас должен... Акклиматизация пройти. У вас поменяется состав крови. И если из густого она будет жидкой, тогда вы сможете жить в жарких странах. Теперь уже нам как бы если ехать жить в Сибирь, нам нужно снова акклиматизироваться. Мы уже там не сможем. Нам там будет очень холодно. Поэтому мы уже лучше тут будем жить. Мало кто об этом знает на самом деле. Только вот от тебя, наверное, врачи это знают. А среди людей я такого не слышал. Да, но я же пришла к врачу. Я спросила, почему я не могу, мне плохо, мне жарко, мне плохо, мне голова болит. Вот он мне объяснил так. Он русскоговорящий, он мне объяснил. А помнишь, когда я жил в России, в Братске, в Сибири, я когда по улице шел, там солнце какое-то другое. Оно так печет, что я когда иду по улице, у меня начинает кровь идти из носа. А в Израиле у меня такого никогда в жизни ни разу не было, чтобы я шел по улице, и у меня раз кровь пошла. А вот в России почему-то как-то это... Они там ближе к солнцу, у них высокогорная местность. В Сибири? Да. Они же там высокогорная местность, они выше, получается, ближе к солнцу. Мне так тоже объяснили. А мы внизу находимся? А мы, получается, да, внизу. Странно. Ну вот смотри, Мертвое море, оно находится сколько-то километров даже вниз на Экваторе. Не, подожди, но говорят же, когда приезжают в Израиль, наоборот, поднимаются. Говорят, Оле Хадаш, новый прибывший. Но почему Оле? Оле это поднимаешься. То есть Израиль, он же поднебесный. Наоборот, в Израиль ты поднимаешься, разве нет? Мы живем на Экваторе сейчас. А на Экваторе тоже как бы ближе к солнцу. Но солнце тут не такое термоядерное, как в России. Там лето короткое, но очень жаркое. А у нас оно как бы умеренное все это. Я так понимаю, я не знаю, как правильно. Ну, есть, наверное, горы, да, есть разная поверхность. Наверное, и в России тоже, вот в Урале, например, или в Сибири, где-то тоже есть разный климат, разная погода. Ну, вот надо спросить, как у них там они переносятся жару. Да. Ну, ты там обгорел реально. У тебя лоб был. Ты обгорел, весь черный был. Ты приехал в Израиль, ты в Израиль и так не загораешь, как там загорел. Реально, я прожил в Израиле, короче, 17 лет. Я хожу, и у меня лицо, оно не сильно темное, обычное светлое лицо белого человека. И я прожил, и лицо не сильно в Израиле загорело. Оно не бечет. А я, спустя 17 лет, мы приехали в Братск, в Россию, в Сибирь. В Сибирь, блин, в августе. Через месяц, в сентябре, уже должен был выйти снег. Я погулял в августе в Сибири, в Братске, и я загорел. Я смотрел на людей в России. Там в Братске все ходят черные, как мегры, они смуглые все. Сибирь, блин. Ну, чем в Израиле, все белые. Ну, белые вот люди, приезжие. А там все смуглые. Вообще, солнце там какое-то, как будто ядерное какое-то. Раньше не было такое, или сюда так было? Мы там просто жили, мы этого не замечали. А когда мы уже пожили здесь и приехали туда, мы это резко заметили. Когда мы жили там, для нас это казалось нормальное. Лето такое должно быть, мы думали. Но лето не должно быть такое жаркое. Все-таки изменился климат? Да. Или нет? Он, может быть, и не изменился, но мы это почувствовали на себе. Что лето там другое. Не такое, как у нас. А правда, вот если человек там загорает так сильно, значит, все-таки они ближе к солнцу, наверное, находятся? Ну, мне сказали, что у них высокогорная местность. И поэтому они ближе к солнцу. У них лето короткое, но очень жаркое. Получается так. Интересно. А у нас за спиной, я в этом ролике показывал голубей, яичка. Вот они у нас за спиной вот здесь находятся. Я специально шторкой закрыл, чтобы их не пугать. Вот. Но это вот не первый раз у нас уже яйцо высвеживают. Да, они все время пытаются, пытаются. У них ничего не получается. Уже даже жалко их бедных. И мы уже думали, что придумать, чтобы у них получилось. То ворона прилетит, разобьет, выпьет это яйцо. То они высыхают. Помнишь, высохло все. Да, один раз. Это вот каждый год что-то новенькое. Один раз было, мы увидели, а яйцо реально высохло. А, видимо, замерзает. И как-то вот не получается. Уже вот мы тут живем уже много лет. Это вот каждый год они пытаются. Но у них не получается. В этот раз мы впервые решили вот такое ведро поставить. Может быть, в этот раз получится. Будем следить, смотреть. Ну, а что мы можем сделать? Я даже не представляю. Ну, жалко их, конечно. Они бедные стараются. И одни и те же голуби у нас. Да. Одна и та же пара. Они вот облюбовали наш балкон. И теперь живут рядом с нами. Да. А попугаи, они же не так высиживают? Ты не знаешь? Интересно, как попугаи? Я вообще не знаю. Они тут летают все время. А где они высиживают? Ну, кто не знает. И вообще странно как-то. Летучие мыши, пожалуй. Летучие мыши, да. Тут очень много диких птиц. Совы, попугаи. И они как-то где-то находятся. Может, они где-то вышел, у него с достроя. А, мама, я слышала историю про дикобраза. Недавно расскажи. Новая история. Ой, я потом еще раз посмотрела. Мы помнишь, когда жили в Петок-Тыкве? Там есть улица Баркохва. И она идет прямо к рынку. И этот дикобраз идет прямо по этой дороге напрямую к рынку. Чтобы там овощи поесть и фрукты. И он такой деловой идет, иголки растопырил. Идет такой. И люди его снимают. А он даже на людей внимания не обращает. Он идет прямиком к рынку. Чтобы поесть фрукты, овощи. Потому что их же там не убирают зимой. Вообще не на ночь. Там просто закрывают теном. И они там всю ночь находятся. Поэтому он знает, где можно покушать. И он идет прямо к рынку. И люди удивились. Говорят, ну надо же людей не боиться. Идет прямо по дороге. Прямиком к рынку. Чтобы поесть овощи, фрукты. Надо по запаху. Понимает, где рынок. Понимает, где фрукты, овощи. Значит, он уже не первый раз. Просто его заметили. Еще было не ночью, а вечер. Его заметили. Видимо, они ночью туда ходят и едят там фрукты, овощи. Обалдеть. А есть еще кабаны дикие в города заходят в Израиле. Много разных животных. Идут к людям. Тянутся. Интересно. Это в Хайфе много кабанов почему-то. У нас тут и не было замечено. Но у нас тут шакалы, говорят, есть. А, это у нас шакалы все-таки есть? У нас есть шакалы. Я вот снимал видео про лес. Я все мечтаю, когда не будет дождей, костер разжигать. У нас палатка есть. Было бы здорово с палаткой. Но я шакалов, конечно, боюсь. Они же могут напасть на человека, кто знает. А очень опасно. С ночевкой. Они костром боятся, если ты костер разожгешь, что мангал. Они на запах костра не придут. Они сами боятся. Ну, да. А лисы есть тут. Ну, подожди, а мы жили в Сибири. Мы жили в Братске. И вокруг Братска же тайга. Огромный лес. Там же тоже животные, которые идут к людям, наверное. Конечно. Они обычно в деревне идут. Там же есть скоты, куры. Они воруют. Ты слышала случаи, когда заходят животные и дикие стаи к людям? Ну, да. Я сама в детстве это помню. Мы же жили в деревне. И у нас корова всю ночь кричала. Собаки лаяли. Потом утром папа встал и смотрит следы медвежьи. И вежние следы были около коровьей стайки. Они шатуны поначалу. Ангара там замерзает. И они через Ангару приходят и хотят что-то... По льду прям. По льду. А лето получается? Они не могут? Летом они в тайге там находятся. Летом они и находят там, что кушать. Там много грибов, ягод. Орехи там находят. Да, вообще удивительно, что к людям получается, что животные, что птицы, что насекомые всегда тянутся к людям. Всегда. Вот мы тут живем, всегда вот. Животные как-то понимают, что у людей есть уют, может быть еда, что-то. Может, приорота по запаху, наверное, ориентируются. Хотя их тут кормят. Их тут всегда кормят. Здесь нет такого, чтобы не кормили ни птиц, ни животных. Тут фермеры завозят. Я знаю, что у нас тут есть озеро Хула. И прилетают сюда все птицы с Европы, с России прилетают же на озеро Хула. И фермеры камазами, машинами завозят зерно. Кормят их всех. Они уже знают, где их кормят, и они летят напрямую туда. И здесь такой закон, что тут кормят и этих же шакалов, и этих же кабанов, этими фруктами, овощами их кормят. Но они все равно ведут к людям. В Израиле, когда жили в другом городе, там был рынок. И они, правда, люди, кто торгует, они оставляют фрукты прямо вот так вот. Свободно подходи, бери. А это когда мы приехали, это было начало двухтысячных. Тогда не было еще камер, ничего. И многие люди, правда, у кого не хватает денег или что, они приходят на рынок, берут вот так вот еду, фрукты, овощи просто бесплатно. И забирают домой, это разрешено. Это вот удивительно, что, наверное, потому что, правда, понимают, что есть разные люди, может быть, бедные люди, также и животные. Могут просто подходить бесплатно, вот ночью, никого нету, но все фрукты, все лежит на прилавках. Те, которые хорошие фрукты, овощи, их закрывают теном. А те, которые уже мягкие, быстропортищие, их в коробке ложат и ставят около прилавков. И люди, которые приходят, выбирают, что можно. И так же дикие животные приходят и все это подъедают. Обалденно. Вот так вот в жарких странах делают. Интересно. Поэтому тут легко выжить. Сначала, когда мы приехали, мне было дико, что это мы идем вечером по рынку, а фрукты, овощи их никто не охраняет. Они лежат на прилавках, просто закрытая тряпка. Ну, теном. И никто не трогает ничего. Правда, и не было же камер, сейчас уже может камеры, но никто ничего не трогал. Система такого, что бы. Я поел, я наелся. На здоровье. Спасибо вам, ребята, за внимание и просмотр. Молодцы, что досмотрели до конца. Какой получился один день из жизни. Не знаю, поддерживайте тоже. Пишите разные свои истории. Будем знакомиться, общаться. Все будет хорошо, ребята. Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, светлой любви. Чтоб все было хорошо, ребята. Да, во время сейчас эпидемии берегите себя. Все-таки надо ходить в масках, если нас это заставляют. Надо поберечь себя. Да. Кто его знает. Есть оно, нет. Но надо поберечься. Будьте все здоровы, живы и здоровы. Все, ребята. Всем пока. Продолжение следует.